Денис приветствую тебя на очередном совместном видео разбираем с позиции технической и с позиции фундаментальной то что на финансовых рынках происходит происходит на них крайне интересные вещи гиперволатильности золото которым мы давно с тобой присматривались много раз комментировали давали прогнозы ожидания и всегда рекомендовали собственно рассматривать актив по большей части только с точки зрения покупки вот пожалуйста у нас многие не верили то что золото сможет отважиться на перепись локальных максимумов но это произошло вчера сегодня вообще еще более динамичный рост там буквально чуть-чуть осталось чуть-чуть не достали до 2000 долларов вот эта психологическая планка который очень многие сравнивают с психологической планкой когда-то бывший по биткоину в 20 тысяч долларов когда поверив все в биток мы увидели абсолютно обратную динамику ну по золоту сейчас чуть пораньше начался откат хотя я думаю что еще не нужно списывать что возможности движения к этому уровню денис я сегодня предлагаю учитывая как активно ходит нет золото все-таки поговорить о нем опять же можно еще затронуть европейскую валюту потому что евро тоже принципе максимум пока что с 2018 года но если проводить параллели аналогии с тем что происходит с долларом а учитывая то что доллар может еще больше просесть я думаю что евро также способен показать не менее интенсивное движение чем опять же то же самое золото за короткий промежуток 2 2 2 актив можно как раз на главный валютный посмотреть начнем с меня традиционно демонстрацию включаем так ну вот по поводу золото уже сказал сейчас там локальный максимум точно скажу сегодня я признаться очень сильно удивился тем ралли которое произошло на азиатской сессии 1981 многие действительно не верили я помню даже когда я анонсировал возможность значительного роста в комментариях писали что мы увидим повторение ситуации там 11 года когда после 1900 с небольшим пойдет серьезный распродаж но мне честно говоря были непонятны эти комментарии поскольку сейчас мы работаем совершенно иным фундаментальным фоном и он полностью оправдывает интерес к золоту повторюсь друзья то что золото это один из самых работающих и оправдывающих себя защитных активов все что мы сейчас плохое накопаем с мировой экономики от слабого мирового экономического роста его потенциально еще больше услабление по из-за последствий коронавируса это и отношения сша и китая и безусловно есть еще более такие системные факторы связанные с новыми пакетами экономических стимулов которые конечно же будут и дальше раздувать балансы в том числе и фрс европейского центрального банка статью читал недавно буквально о том что баланса финд резерва может увеличиться через год короче скакнуть за 12 триллионов долларов учитывая как активно не вливают деньги в экономику такой сценарий более чем логичный и вероятен поэтому если сравнивать текущий баланс 7 триллионов вот с его потенциальным ростом даже до 10 то есть еще получается на 20 небольшим процентов примерно столько же можно рассчитывать на то что теряет и индекс доллара по золоту важный нюанс заключается в том что снижение американской валюты отражает опять же стимулирующую политику фид резерва эта политика также сказывается на том что снижаются реальные ставки по американским облигациям реальные ставки доходности они сейчас уже там на минус 0,6 процента я думаю что мы увидим значение и один процент поэтому сейчас нужно постараться чтобы найти причины из которых золото можно было бы не покупать текущая коррекция это возможность перезайти в этот рынок для тех кто раньше этого не сделал очень хочется верить то что таких меньшинство потому что золото крайне предсказуемый рост и не заработать на этом было ну просто глупо даже сделка для тех кто промедлил или для тех кто смотрит еще ищет возможность перезайти я считаю что можно попробовать отложку болим в расчете на то что если коррекция продолжится и отложка болим с уровня 1880 довольно консервативный стоп лосс по меркам тех движений которые мы видим 1865 то есть практически 15 долларов а что касается тейк профита но это как минимум на значение тысяча девятьсот пятьдесят думаю что из этой сделки может получиться что-то интересное и что касается европейской валюты вот эта неделя очень важная для доллара потому что заседание федеризировал завтра итоги и новые меры фискальной поддержки от властей которые в принципе и в первом случае в плане фреса и новая фискальная поддержка расценивается как факторы давления для доллара поэтому если американская валюта до конца этой недели продолжит снижаться то есть мы увидим значение пониже конечно же риск от этого выйдет и на текущую коррекцию по евро я особо бы рекомендовал сейчас внимание не обращается вряд ли она перерастет нечто больше я думаю что можно попробовать также ложку болиме с уровня тысяч один шестнадцать восемьдесят по евро доллару стоп лосс рекомендую закинуть на отметку один шестнадцать тридцать а что касается тейк профита ну ждем перехали это один семнадцать фактически восемьдесят но моя субъективная цель это один восемнадцать двадцать для меня вот я определил этот рубеж когда я покинул длинные позиции по евро именно с этого значения кому интересно можно ориентироваться также вместе со мной на эту планку но почти нет сомнений что рост евро продолжится и не слово тебе передаю так слово взял экранчик показал уже должно быть видно так смотри по поводу евро в принципе у меня менее такое что евро сейчас формирует чисто внутреннюю коллекцию единственное у меня такой психологический момент я очень очень не люблю докупать таких вот небольших совсем откатов целевая зона то есть актура на и наиболее сильная причем абсолютно по разным методам здесь в диапазоне один семнадцать девяносто один восемнадцать пятьдесят у нас и попадают верхние границы рынка опционные сюда же три стратегических уровня сопротивления попадают еще с дневного и даже с недельного тайма и в целом сам по себе даже уровень там один восемнадцать он тоже является точки зрения психологии достаточно значимым и важным единственное что меня смущает здесь не было как таково кульминации то есть каких-то крупных объемов практически не было наоборот даже я бы сказал что более сильный объем у нас находится вот здесь внизу поэтому в случае если вдруг каким-то чудом евро сможет более глубже откорректироваться то я бы сказал что диапазон наиболее вкусный наиболее сильный это однозначно один пятнадцать восемьдесят один шестнадцать двадцать пять то есть это самый такой сильный диапазон который ближайший прямо здесь у нас как раз и текущие недельные границы поэтому с точки зрения смотрю по активным прибавлением с точки зрения даже профессиональных рыночных участников больше ожидания по евро вверх поэтому я считаю что текущее движение вниз у нас является не более чем коррекционным к тому же посмотрел по кумулятиве то есть кумулятивы у нас дичайшие отрицательные дичайшие отрицательные кумулятивы чаще всего означает у нас на большую вероятность коррекции и после коррекции уже продолжает свое трендовое движение вверх поэтому евро я считаю что все-таки сделают добой здесь схематично показать более вероятный расклад это буквально с текущей добой вверх в район там один восемнадцать один восемнадцать пятьдесят а затем чуть более глубокую коррекцию то есть приблизительно вот в таком виде но здесь опять я сейчас пока не в продажи не вхожу потому что и до зоны в принципе то не достали но с другой стороны здесь буквально с одного такого фикса разворот редко делать при хорошем тренде а здесь учетом волатильности крайне низко которая раньше была и уже соответственно более повышенное то движение без коррекции порядка 600 где-то пунктов цена вот вверх прошла то все коррекция хотя бы там пунктов 150 у нас будет поэтому в идеале с одного фикса лучше не входить я буду ждать здесь ретест и с ретеста уже посмотрю там пунктов 150 аккуратненько свои постараюсь взять касательно золото у меня была построена еще давно такая вот целевая поддержка 1879 1906 почему именно этот диапазон если сейчас перейду на часовой тайм то вы видите как раз вот она свечка с самым большим опорным объемом именно отсюда произошло проталкивание вверх и сегодня на вот этом сквиз шорте как его называют резкий такой вал вниз на самое большое точечное вливание произошло именно в самом низу то есть можно даже его детально рассмотреть вот видите сейчас полностью правда без цифр такой очень упрощенный вариант футпринта и соответственно внизу вот мы видим где именно вошел крупный покупатель то есть здесь однозначно была очень крупная заявка на покупку чем это рыночная покупка была сделана вот по аску как раз цена прошла и именно вот эта точка как раз может визуально посмотреть какая часть свечи тоже чему соответствует это где-то уровень 1910 приблизительно здесь зашел как раз крупный покупатель поэтому я считаю что золото на самом деле будут откупать и то что сегодня вот так вниз резко обвалили да это все конечно классно но опять-таки вспоминаем про то огромное количество просто жаждущих желающих это золото продать а таких намного больше на самом деле чем купить во всяком случае судя по статистике сантимента который на различных публичных сервисах публикуют вот поэтому я считаю что опять таки с одного фикса вряд ли здесь как-то цену серьезно развернут сделать вот такую вот коррекцию вниз и после этого еще такой красивый методичный добой вверх поэтому я здесь все-таки выступаю больше за продолжение покупок единственное с целями очень сложно стать потому что это новые исторические максимумы и куда именно может надо идти че кто знает я смотрел изначально по крупным вливанием опционом которые происходили у нас вчера в понедельник но опять-таки на протяжении недели все это меняется поэтому как минимум хотя бы вот пробой уровня 2000 считает на данный момент наиболее вероятным сценарием проводит 2000 ну а дальше уже вот на самый крупный открытый интерес на 13 почти 13 половина тысяч контрактов у нас находится в год где четко на уровне 2016 так что друзья мои приблизительно где-то 2016 куда-то сюда может цена добить я лично по нефти вообще сейчас предпочитоваться вне рынка потому что при такой волатильности риски просто огромны есть множество других инструментов и ситуации еще намного красивее выглядят поэтому тут смотрите с позиции риска кто хочет рискнуть пожалуйста но вот с такими стопами там порядка где-то 200 250 тиков мне лично не комфортно так что золото все-таки я ожидаю на добой вверх собственно точно так же какие либо с текущих либо уже с нижней коррекции поэтому здесь что если пройдут дойдут к нижней то отсюда тогда буду в районе там 1 16 не 16 25 уже буду сюда вот такое мнение что все-таки добой с большей долей вероятности у нас состоится денис спасибо тебе за твою точку зрения целом по евро у нас позиции с тобой сходятся мы ставим на то что главный валютный риск покажет свои новые локальные максимумы еще пару слов о том что кому опять же наших дней недостаточно можете присмотреться к прогнозам инвестбанк пример сити ждут евро доллар на отметке 1.20 голман сакс на 1.25 выбирайте для себя что интересно маленькую ремарочку хочу сделать она не совсем у нас расходится для том что я вниз ожидаю по евро коррекцию не разворот сходится сходится а да у меня значит я уже устал мы правильно смотрим я думаю что и рынок двигается в сторону которая ранее была спрогнозирована это опять же попадание в десятку потому что симбиоз технический и фундаментальный я рад что у нас с тобой совпала позиция ну и в целом по рынку золота тоже у нас позиция одинаковая просто я допускаю что может быть еще небольшая коррекция хотя если опять же золото без более существенной коррекции даст прострел наверх я этому не игра не удивлюсь потому что опять же очень много сейчас фундаментальных причин которые можно использовать для покупок но в целом друзья золото это конечно же больше в рост и не спасибо тебе за твою точку зрения что да и всем прибыльной торговли и я тебе желаю прибыльных сессий и увидимся в следующий раз спасибо коллега взаимно и до четверга пока пока пока